Струны рвутся не часто От гуслера, жар идет от того, что происходит на сцене От поющих, танцующих И вот струнка порвалась Ну, как говорится, где тонко, там рвется Струнки рвутся, как правило, тонкие Вот эти рояльные струны Но еще ни разу не рвались И не надо А сначала мы выбираем проволоку Гусельную по толщине У нас у каждого гуслера Ладушка, присаживайся, пожалуйста У каждого гуслера есть план Какие струны где стоят Вот на этой модели Стоят струнки Здесь Первые, четыре, десятый номер Господин музыкант Дальше одиннадцатый, двенадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый Номер Господин музыкант Дальше идут рояльные струны Две ноль четвертых, две ноль пятых Две ноль сорок пятых, две ноль пятых и две ноль шестых Ноль шесть это толщина в миллиметрах То есть меньше миллиметра Ноль шесть десятых миллиметра Здесь у нас две десятые струночки стоят Вот мы взяли одну десятую струну Разрезали ее примерно пополам Потому что она длинная И этого нам хватит на две струны На вторую и третью Прежде чем вставить струну Нам нужно навить на нее петельку Вот здесь вот На этом вале Можно видеть Как Струна вставляется в петельку И затягивается полученный узелок Но потом мы это увидим Как происходит в действии А сейчас просто сделаем петельку Для этого нужно иметь Нехитрый инструмент Круглогубцы Вот такие вот С круглыми губами Или Что менее предпочтительно Вот такие с полукруглыми губами Но очень Хотелось бы Чтобы у них были Тонкие эти губы Чем ближе к кончикам Мы будем навевать петельку Тем тоньше будет петелька Чем ближе К основанию Тем толще будет петелька Здесь нам нужны тонкие петельки Достаточно для того Чтобы просто сама струна В них пролезла Не более того Если струны крепятся на штифтах Как например На трапециевидных Вот этих гусиках Тогда Петелька должна быть Достаточно Большая Чтобы она Влезла на штифт Это где-то Вот Наверное Сантиметр От края Вот этих круглогубцев Нужно навевать И Нужны нам будут Обыкновенные Пассатижи С бокорезами С кусачками Для того Чтобы Во-первых Закручивать струну Проволоку Для того И откусывать ее Лишнее Откусывать Да Вот мы перекусили струну Как раз Этим бокорезом Получилась половинка Итак Инструмент этот Надо держать Таким образом В левой руке Круглогубцы Держим струну Кончиком К себе Зажимаем Оставляем Примерно Полтора Сантиметра Примерно Полтора Ну Сколько мы Оставляем Кончик Уже каждый Из вас Для себя Опытным путем Потом проверит Как удобнее И навеваем Пальчиками Просто закручиваем Их Закручиваем Пару оборотов А можно Тройку Потом мы берем Пассатижи И Закручиваем Сначала Близко К круглогубцам Их держим И затягиваем Эту петельку А заодно Разравниваем Губами Пассатижей Все остальные Витки Когда у нас Петелька Затянулась Ни в коем случае Не надо крутить дальше Держа близко Пассатижи Круглогубцам Потому что Делая так Мы рискуем Поломать Эту петельку Мы Отставляем Наоборот На самый край Пассатиж На самый край Там где Кончик струны И Докручиваем Кончик Эти мы Предохраняем Петельку От Разрыва И Второй Заяц Которого Малое Закручиваем Красиво Кончик Чтобы он Не расплелся Еще Надо сказать Что Вот эти Пассатижи Бокорезами Нужно держать К себе Это Очень важно Ну Может быть Не очень Но важно Если так Не сделать Есть Много Шансов Что мы Перекусим Струну В момент Закручивания Все Петелька Готова Смотрите Смотрите Что получилось Она плотно Закручена Около Струна Закручена Плотно Около Петельки И плотно Закручена Около Хвостика Что Дает Нам Прочную Петельку И Дает Нам Хвости Которая Не будет Махриться Колодца Впоследствии Так Готово Что мы Делаем Дальше Дальше Мы Просовываем Струну Под Низ Под Металлический Вал С Носика Гуселек Так И Другой Кончик Струны Вставляем В эту Петельку Вот Как Подобно Тому Как Портной Вставляет Нитку В уголку И Затягиваем Петельку Затягиваем Есть Далее Дальше Мы Смотрим На наш Колок Колок Сейчас Немножечко Закручен Поэтому Мы Выкрутим Сделаем Запас На то Чтобы Можно Было Потом Докрутить Струну И Смотрим У колка Как правило Есть Отверстие Сквозное Но Оно Разное С одной Стороны Оно Имеет Гладкие Края Чуть Чуть Развенкованные А с другой Стороны Края Почти Рваные Такие Остренькие Края Так вот Мы Вставляем Струну С той стороны Где Гладко Чтобы Она Потом Зацепилась С той Страны Где Негладко Видите Мы Подстраховываем Себя От того Что Струна Вылезет Отсюда И Чтобы Точно Она Никуда Не Вылезла Сейчас Покажу Что Надо Сделать Вот Сюда Три Пальчика Прикладываем И на Толщину Три Пальца Оставляем Хвостик Отрезаем Лишнее Бокорезами И Загибаем Желательно Под острым Углом Кончик Струны Где-то Три Миллиметра Струны Мы делаем Вот такую Галочку Видите Да Эта Галочка У нас Зацепится За острый Край Отверстия Навиваем Половину Виточка Здесь Смотрим Чтобы Струнка Заняла Своё Место На металлическом Вале И Закручиваем Закручиваем Струны По Солнышку Да По часовой Стрелке Так Чтобы Она Встала В натяжечку Когда Встанет В натяжечку Мы Её Настроим Смотрите Нюансы Какие Здесь Могут Особенности Нюанс Как это по-русски Особенности На колках Есть Резьба Или Насечка Так вот Струнка Должна быть Выше Чем Эта Резьба Видно На гладком Месте Колка Если Не получилось Давайте Передвинем Если Не получилось На гладком Месте Чуть Чуть Виточки Подправим И Передвинем На гладкое Место Почему Это Нужно Как вы думаете Чтобы Струна Не Туда Не Закрутилась Чтобы Не Дребезжала Совершенно верно Чтобы Не Дребезжала Об Насечку Потому Что Неровная И Возможно Всякие Случайные Дребезжания Ну Ну И Еще Правило Желательно Соблюдать Видите Банк Вербелей Сделан Таким Образом Что Он Образует Дугу Наши Гусельки Как бы Пузатенькие Такие Да В середине Они Выгибаются Они Больше Отстоят Больше Приподнят Да Чем По краям И Наши Струнки Мы Натягиваем Таким Же Образом Вот Эти Струны Крайне Они Близко К этой Накладочке А те Что в середине Повыше Чтобы Они Образовали Вот Такую Арочку Небольшую Так Приятнее Гораздо Играть По Ощущению Когда Струнки Образуют Полукруг Теперь Струну Можно Настроить Настраиваем Как обычно С помощью Тюнера Первая Струна У нас Ми В этом Струе Вторая Струна Р Помним О том Что Каждая Последующая Струна Вниз Уходящая Она должна Быть Ниже Той Которая Сверху Помните Вчера Мы об этом Забыли И Результат Получился Вот такой Две Струны По боку Верхняя Струна Находится Практически В предельной Своей Натяжки Для того Чтобы Петелька Затянула Чуть Чуть Нажимаю Пальчиком Туда Затягиваю Петельку Настраиваю Дальше Вот она У меня Пошла На Насечку Значит Я Не ленюсь Раскручиваю Обратно И Приподнимаю Струнку На гладкое Место Снова Потихонечку Плавными Движениями Вот сейчас У меня До диез Значит Нет до нота Ре До желаемой Осталось Полтона Всего Аккуратно Дотягиваете Полтона Аккуратно Струны Вот эти Верхние В предельной Натяжке Поэтому Резкими Движениями Мы Искуем Их Повредить Есть Ре Ми И Ре Ну Как говорится Повторение Мать Учения Повторим Все наши Операции На второй Струне То есть На третьей Второй Которую Мы будем Вставить И Третий По счету Вот такие Струны Мы будем Вставить На наши Гусельки На высокие Струны Первая Вторая Хватит Нам Одной Такой Струны Поэтому Мы ее Разрежем Пополам Для Этого Мы Используем Бокорезы На пассатижах Примерно Длину Отмерим Или просто Пополам Струны Разделим Ну-ка Струну Разделим Просто Пополам Получим Как раз То что Надо Остаток Аккуратно Свернем Она нам Еще пригодится Про запас Если мы Вдруг Сделаем Новые Гусельки Или Порвется Струна Малитих На каких-то И положим ее На ее место Десятый Десятый номер Господин Музыкант Немецкая Сталь Произведена Здесь В России Есть Так И как же Мы будем Ставить Эту Струну На Гусельки Сделаем Петельку Петельку Которая Поможет Нам Закрепить Ее За Металлический Вал Для этого Возьмем Круглогубцы Нам Нужна Очень Маленькая Петелька Мы помним Настолько Маленькая Чтоб Пролезла Сама Струна В нее Не более того Это Очень Ювелирная Работа Такая Маленькая Может У нас И не Получится Сделаем Настолько Маленькую Насколько Позволяют Нам Наши Круглогубцы Сделаем Несколько Оборотов Вручную И Затем Продолжим Пассатижами Сначала Возьмем Пассатижами Поближе К Круглогубцам Чтобы Петелька Затянулась Получше И Виточки У нас Были Ровными А потом Возьмем Возьмем За кончик И Красиво Кончик Закрутим Затем Затем К Добру Никогда Не Приводит Мы Можем Нашу Петельку Порвать Если Будем Упорствовать Дальше Смотрите Получилась Вот такая Петелька Аккуратная Есть Вроде Будем Даже Хватает Длины Струны Прекрасно Что Мы Делаем Под Низом Продеваем Ее Под Низом Металлического Вала И Вставляем Струну В петельку В петельку Затягиваем Раз Затянется Она Конечно Не сразу Крепко Но мы Потом Будем Тянуть Струну И Доделаем Это Дело Теперь Смотрим Насколько Наш Колог Соответствует Нашим Задачам Он Сейчас Сильно Закручен Раскручиваем Его На Несколько Оборотов Два Три Оборота Нам Вполне Хватит Чтоб Было Потом Куда Закручивать И Смотрим Опять На Отверстие С какой Стороны Оно Гладенькое А с Какой Стороны Края Остренькие Вставляем С гладкой Стороны Вставили Здесь Если бы У нас Было Лишнее То Оставили Длину На Три Пальчика Остальное Отрезали Но У нас Как раз По длине Получилось Глаз Впоследствии Потому что Струна Будет Тащить Но Чем Он Сейчас Острее Тем Она Более Пружинеста Будет Держаться Правильно Делаем Пол Оборота На Этом Колке Причем Сверху Этого Хвостика Сверху А Потом Закручиваем И Направляем Струну Снизу Отверстие Снизу Хвостик Таким Образом Струна Будет Себя Держать В Держовых Рукавицах Затягиваем Струну До Натяжки На Петельку Давим Вниз Тем Самым Мы Чуть Чуть Подтягиваем И Настраиваем По Тюнеру Это У нас Струнка Должна Быть До Диез Это Ми Это Р Это До Диез Вот он Какой Аккуратно Без Резких Движений Плавными Движениями Вот Сейчас У нас Показывает Си Наш Настрой Эффективно Сейчас До Это означает Нам осталось Полтона Всего Дотянуть Вверх До Диеза Правильно Поэтому Очень Аккуратно Струны В предельной Натяжке Верхние Дотягиваем До До Диеза Готово Две Струнки Мы Оставили И Слышим Что Бусельки Наши Теперь Не Струнки Немножечко Почему Потому Что Они Не Ожидали Что Здесь Будет Еще Натяжка И Остальные Струны Ослаблю Поэтому Еще Раз Уточняю Подстраиваем И Так Ведет Себя Любой Инструмент Не Только Гусельки Любой Струнный Инструмент Зависим От Соседних Струн Любые Струны Зависим Друг От Друга Ну И тут По закону Жанра Нужно Дать вам Замашнее Задание Порвать Струну И поставить Новую Но мы Этого Не будем Делать Не Рвите Струну Если Вам Будет Необходимо Теперь Вы Знаете Как Струны Продаются В магазине Муз Деталь На Таганке Вот Эти Струны Именно По штучной Везде Продаются По 6 Штук Наборы Гитарные Но Это Совершенно Не годится Для Гуселек Потому Что Из Шести Струнного Набора Мы Берем Только Две Струны Оплатим За Шесть А тут Мы По штучной Покупаем Нам То Что Нужно По Нумерам Музыка Субтитры создавал DimaTorzok